Привет! Это первый урок из курса, посвященного базам данных. В нем я расскажу, зачем нужны миграции и покажу, как ими пользоваться. В последующих уроках мы рассмотрим создание моделей для таблиц баз данных, различные связи между ними, добавление, обновление и поиск данных в связанных моделях. Итак, в контексте Е2 миграции – это некоторые PHP-скрипты, содержащие описание процесса создания таблиц, изменение их структуры, например, добавление новых столбцов, либо изменение данных, то есть добавление, удаление и изменение содержимого строк таблиц. Для чего понадобилось вводить такую конструкцию, как миграция? Ведь для разработки базы данных приложения достаточно обычных SQL-запросов. Миграции, во-первых, позволяют перенести историю изменений базы данных в обычную систему версионирования кода, например, гид. Вы просто создаете гид-репозиторий и все, теперь гид отслеживает изменения ваших таблиц. Это становится возможным потому, что теперь все инструкции для работы с базой – это PHP-код, записанный в файлы миграции. Во-вторых, система управлениями и миграциями в ЕИ-2 позволяет удобно создавать их, применять изменения к таблицам базы данных, отменять миграции, а также ведет свою историю примененных миграций. Стоит особо отметить, что миграции описывают не текущее состояние структуры базы данных, а ее конкретные изменения. Если вам нужно что-то поменять в таблице, вы создаете миграцию. Если вы забыли добавить какое-то поле в таблицу в первоначальной миграции, вы не исправляете первую миграцию, а создаете новую, вносящую необходимые изменения. Для дальнейшей демонстрации я буду пользоваться установкой проекта ЕИ-2 Advanced в докере, описанной в видеоуроке, ссылку на который вы найдете в описании к этому видео и в подсказках в углу экрана. Этот шаг делать не обязательно, особенно если вы используете веб-сервер без докера. В Docker Compose файл я добавлю сервис phpMyAdmin, чтобы иметь возможность наглядно проверять результат работы миграции. Открываю файл Docker Compose YML и добавляю в него такие строчки. Здесь я использую стандартный образ phpMyAdmin, проброс портов с 1500 на 80, переменное окружение pma-host, чтобы phpMyAdmin знал, куда обращаться к базе данных, 172.4.0.2 – это IP-адрес контейнера MySQL. И добавляю контейнер в сеть ЕИ-2. Теперь перезапущу Docker Compose, чтобы внесенные изменения вступили в силу. Необходимо подождать, пока скачается новый образ и запустятся все необходимые контейнеры. Контейнеры запущены, можно переходить к следующему шагу. Итак, предположим, у вас уже есть первоначально установленный и инициализированный шаблон проекта и настроенное соединение с базой данных. Для начала давайте выясним, где хранятся миграции. По умолчанию, это папка Console Migrations. Как я и сказал ранее, это обычные php файлы. Вот у нас есть две миграции. Давайте посмотрим, что они из себя представляют. Открываем один из них и видим, что миграция – это класс. Основу миграции представляют два метода – up и down. В первом записываются инструкции, выполняемые при поднятии миграции, а во втором – при отмене. Также можно использовать аналогичные им методы saveup и savedown. Методы saveup и savedown работают так же, но дополнительно оборачивают SQL-запросы в транзакцию. То есть, если что-то пойдет не по плану и одно из действий данной миграции не сможет выполниться, то отменяются все действия, выполненные в пределах текущей транзакции, что позволяет поддерживать целостность данных в базе. Запускать команды я буду из консоли контейнера, поэтому сначала захожу в него с помощью docker-exec. Теперь давайте создадим таблицу, например, со списком статей, с помощью миграции. Для создания новой миграции нам нужно воспользоваться консольной командой, которая запускается с помощью утилиты Yi таким образом. Здесь migrate-create – это консольная команда на создание новой миграции. Articles-table – это название будущей миграции. Yi спрашивает у нас, действительно ли мы хотим создать следующую миграцию. И здесь мы видим, где и с каким именем файла она будет сохранена. Вводим yes и видим сообщение об успешном создании. Теперь найдем новый файл по пути console-migrations. И откроем его. Если вы, как и я, работаете в операционной системе Linux, то, возможно, вы заметили маленький замочек на иконке файла миграции. Файл находится в режиме только для чтения, так как в контейнере он создается от имени пользователя root, и чтобы его редактировать, нужно иметь root-права. Это легко исправить, если из контейнера выполнить команду смены владельца. Здесь мы используем пользователя и группу с ID 1000, так как обычно это первый не root-пользователь в системе. У вас он может отличаться. Узнать ID текущего пользователя можно с помощью команды ID, выполненной в консоли хостовой машины. Вернемся к редактору файла миграции. Видим упомянутые ранее два метода – saveUp и saveDown. Ниже есть также обычные методы – up и down. Но они закомментированы и нам не понадобятся. В методе saveUp нам нужно создать таблицу и наполнить ее необходимыми полями. Все действия с таблицами выполняются через переменную this, являющуюся объектом-наследником класса EADB Migration, предоставляющего нам удобные методы для создания, удаления, изменения таблиц, полей, индексов и т.д. Итак, мы создаем таблицу Article. Вторым параметром передается массив с описанием полей таблицы. Давайте его заполним. У нас будет всего четыре поля. ID – идентификатор записи. Ему будет присвоен первичный ключ, а также автоинкрементное значение. Title – заголовок статьи. Он будет строкой. В MySQL это поле типа Varchar. Description – текст статьи. Поле типа Text. Created Add – дата добавления статьи. Поле типа Date. Сортировка статей обычно производится по дате, поэтому добавим индекс на поле Created Add. Первый параметр – имя индекса. Второй – таблица, в которую он добавляется. Третий – колонки, которые он объединяет. Я решил создать составной индекс из двух полей, чтобы статьи в пределах одной даты можно было сортировать по ID. Теперь нужно заполнить метод SaveDown. По умолчанию этот метод выводит строку «Такая-то миграция не может быть отменена» и возвращает false. Возвращаемое значение false как раз говорит консольной команде, что миграция не может быть отменена, а сообщение для вывода пользователю можно сделать любое, либо вообще ничего не выводить. Мы уберем эти строки и добавим удаление созданного индекса и таблицы. Обратите внимание, что удалять индекс нужно перед удалением таблицы, иначе будет ошибка. На самом деле индекс можно не удалять, так как он удалится автоматически при удалении таблицы. Но я обычно делаю это для наглядности того, что мы отменяем в миграции. Миграция готова. Теперь мы можем ее применить с помощью консольной команды. Если вы еще не применяли миграции, то должны увидеть три миграции, в том числе и только что созданную ArticlesTable. Введем Yes. И если все было сделано верно, то в конце мы увидим сообщение о том, что миграции успешно выполнены. Давайте проверим, действительно ли создалась таблица и какие поля в нее были добавлены. Заходим в phpMyAdmin по адресу localhost и порту 1500. Вводим имя пользователя E2Advanced и пароль Secret. Находим нашу таблицу. И проверяем список полей. Как видим, все поля на месте. Но, возможно, первое, что бросается в глаза, это кодировка таблицы Article и текстовых полей. Здесь указана кодировка Latent 1. С такой кодировкой у нас будут проблемы с хранением символов, отличных от латиницы. Давайте откатим последнюю миграцию и затем немного ее исправим. Чтобы отменить миграцию, воспользуемся консольной командой. После MigrateDown через пробел можно указать количество миграций с конца очереди, которые будут отменены. По умолчанию это одна миграция и цифру 1 можно не указывать. Ей спрашивает, действительно ли мы хотим отменить данную миграцию. Вводим Yes. И видим сообщение об успешной отмене миграции. Давайте посмотрим, действительно ли удалилась наша таблица. Видим, что таблицы Article в списке больше нет. Вернемся к файлу миграции. Нам нужно указать кодировку, с которой должна создаваться таблица. Делается это с помощью третьего параметра метода CreateTable. В котором указывается массив опций. А нужные нам опции мы подсмотрим в другой миграции. Вот тут. Копируем. И добавляем себе в метод SaveUp перед созданием таблицы. Теперь можно запустить миграцию на выполнение. Вводим Yes. Миграция выполнилась. Проверим таблицу и поля. Таблица в кодировке UTF-8. Проверяем поля. Здесь тоже кодировка UTF-8. Значит, все в порядке. Возможно, вы обратили внимание, что в списке таблиц у нас есть таблица Migration. Эта таблица содержит наименование всех примененных миграций. Также список примененных миграций можно посмотреть с помощью консольной команды. Несмотря на то, что существует еще множество команд для работы с миграциями, тех, что мы рассмотрели, достаточно для базового уровня для работы с большинством проектов. Если вы хотите, чтобы я записал более подробные видео по миграциям, напишите об этом в комментариях. Ну, а я Андрей на канале Данилов Код. Поделитесь этим видео в своих соцсетях. И до встречи на следующих уроках. Пока!